Продолжаем чтение книги «Окаянные дни» Ивана Бунина. 3 марта немцы взяли Николаев и Одессу. Москва, говорят, будет взята 17-го, но не верю. И всё собираюсь на юг. Маяковского звали в гимназии идиотом Полифемовичем. 5 марта. Сера, редкий снежок. Нылинки, возле банков тучи народу, умные люди выбирают деньги. Вообще многие тайком готовятся уезжать. В вечерней газете о зяте немца Михалькова, газетчик, продававший мне газету, сказал. «Слава тебе, Господи! Лучше Че, чем Ленин». 7 марта. В городе, говорят, они решили перерезать всех поголовно, всех до семилетнего возраста. Чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени. Спрашиваю дворника, «Как думаешь, правда?» Вздыхает. «Всё может быть, всё может быть. Иужели народ допустит?» «Допустит, дорогой барин». «Ещё как допустит-то?» «Ты что ж с ними сделаешь-то?» «Татары, говорят, двести лет нам владали. А ведь тогда разве такой жидкий народ был?» Шли ночью по Тверском бульвару. Горестно и низко клонит голову Пушкин под облачным. «И с просветами небом». Точно опять говорит, «Боже, как грустна моя Россия». И не души кругом, только изредка солдаты и на букву «Б». Хм, да. 8 марта. КП Просперидонову. Меня никогда не увлекло к ней. Революционная ханджа, истеричка. Дурное издание Фигнер, которое она прежде сознательно копировала. Да, а ведь какой героиней была одно время от Спиридонова. Великолепные дома возле нас на поварской реквизируются один за одним. Из них вывозят в войск куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения. Нынче весь день стояла на вазу возле подъезда большая пальма. Вся мокрая дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют в эти дома, долженствующие быть какими-то правительственными учреждениями, мебель новую, конторскую. Неужели так уверен в своем долгом и прочном существовании? Поношение сокрушило сердце мое. Дятый марта. Нынче ВВВ, он в длинных сапогах под девки на меху, все еще играет в зем гусара. Понес опять то, что уже совершенно осочертело читать и слушать. Поголовно у всех лютое отвращение ко всякому труду. Одиннадцатое марта. Жена архитектора Малиновского, тупая, лобастая, за всю свою жизнь не имевшая ни малейшего отношения к театру, теперь комиссар театров. Только потому, что они с мужем друзья Горького по-нижнему. Утром были в книгоиздательстве писателей. И Гонтарев рассказывал, как ше битый час ждал Малиновскую где-то у подъезда, когда же подкатил, наконец, автомобиль с Малиновской, кинулся высаживать ее с истинно холопским под обострастием. Грузинский сказал, я теперь всеми силами избегаю выходить без особой нужды на улицу. И совсем не из страха, что кто-нибудь даст по шее, а из страха видеть теперешние уличные лица. Понимая его как нельзя более, испытывая то же самое, я только думаю еще острее. Ветер разносит редкие совсем весенние облака по бледно-голубейщему небу. Около ротуаров блестит, бежит весенняя вода. 12 марта. Встретил адвоката Малентовича. И этот был министром. И таким до сих пор праздник, и с ним все как с гусью вода. Розовый, оживленный. Нет, вы не волнуйтесь, Россия погибнуть не может. Уж хотя бы по одному тому, что Европа этого не допустит. Не забывайте, что необходимо европейское равновесие. Был по делу изданий моих сочинений парусом у Тихонова, вечного приклебателя Горького. Да, очень странное издательство. Зачем понадобилось Горькому завести этот парус? И за весь год издать только книжечку Маяковского? Зачем Горький купил меня? Заплатил 17 тысяч вперед? И до сих пор не выпустил ни одного тома? Что скрывается под вывеской паруса? И особенно в каких же отношениях с большевиками вся эта компания? Горький, Тихонов, Гиммер, Суханов. Борются якобы с ними, а вот Тихонов и Гиммер приехали и остановились реквизированные большевиками в национальной гостинице, куда я вошел через целую цепь солдат, сидящих на площадках лестниц с винтовками. После того, как получил пропуск от большевистского коменданта гостиницы, Тихонов и Гиммер в ней как дома. На стенах портрета Ленина и Троцкого насчет дела Тихонов вертелся. Вот-вот начнем печатать, не беспокойтесь. Рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они все еще держатся. В Ланчарске после переворота недели две бегал с вытраченными глазами. Да нет, вы только подумайте. Ведь вы только демонстрацию хотели произвести, и вдруг такой неожиданный успех. 13 марта. Какой позор. Патриарх и все князья церкви идут на поклон к Кремль. И видел ВВ. Горячо поносил союзников. Входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию. Обедал и вечер провел у первой жены Горького, ЕП. Был Бах, известный революционер, старый мигрант. Тихонов и Миролюбов. Этот все превозносил русский народ, то есть мужиков. Милосердный народ, прекрасный народ. Бах говорил в сущности, не имея ни малейшего понятия о России, потому что всю жизнь прожил за границей. Да о чем вы спорьте, господа? А во французской революции не было жестокостей. Русский народ – народ, как все народы. Есть, конечно, и отрицательные черты, но массы хорошего. Возвращались к Тихоновым. Он дорогой много-много рассказывал о большевистских главарях, как человек уже близкий им. Ленин и Троцкий решили держать Россию в наколении и не прекращать террора и гражданской войны до момента выступления на сцену европейского пролетариата. Их принадлежность к немецкому штабу – нет, это вздор. Они фанатики верят в мировой пожар и всего боятся, как огня. Везде им снятся заговоры, до сих пор трепечат из-за своей власти, из-за своей жизни. Они, повторяю, никак не ожидали своей победы в октябрь. После того, как пала Москва, страшно растерялись, прибежали к нам в новую жизнь, умыляли быть министрами, предлагали портфели 15 марта. Все та же морозная погода. И нигде не топят холод на квартирах ужасной, закрыты русские ведомости из-за статьи Савенкова. Многим все кажется, что Савенков убьет Ленина. Комиссар по делам печати Подбельский закрыл и привлек к суду фонарь за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику. Какая забота о населении, поминутно ограбляемым, убиваемым. 22 марта. Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, первый раз увидал горачей. Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету. Все читаю, все читаю, чуть не плача от какого-то злорадного наслаждения газеты. Вообще, этот последний год будет стоить мне верно не меньше десяти лет жизни. Ночью в черно-синем небе пухлые белые облака, среди них редкие яркие звезды. Улицы темны, очень великие в небе темные, сливающиеся в один дома. Их освеченные окна мягки розовые. 23 марта. Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия, солдаты, мальчишки Торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами, восточный крик, говор, и какие все мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышиные волосы. У солдат и рабочих то и дело, грохочущих на грузовиках морды торжествующие. Старик-букинист Волнухин, полушубки в очках, милый умница, грустный, внимательный взгляд. Именины Н. Говорили, что все слова на Н. Требует выпивки. Крепок еще старый режим. Кабак Примирова. Несомненно, талант. Да что с того. Литературе конец. А в художественном театре опять на дне. Вовремя. И опять этот осочертевший лука. КАП до сих пор твердо убеждена, что Россия может спасти только минор. Минор О.С. Один осознаватель партии эсеров. 1861-1934. Менчевистская газета «Вперед!» Все одно и то же, все одно и то же. Жены всех комиссаров тоже все сделаны комиссарами. Рота красногвардейцев идут в разнобой, спотыкаясь. Кто по мостовой, кто по тротуару. Инструктор кричит «Смирно, товарищи!» Газетчик, бывший солдат, ах, сволочь паскудная. На войну идут и девок с собой берут. «Где Богу, барин?» «Гляньте!» «Вот один под ручку с своей шкурой». Очень черная весенняя ночь. Просветы в облаках над церковью, углубляющие черноту звезды, играющие белым блеском. Особняк цетлинных на поварской занят анархистами. Над подъездом черная вывеска с белыми буквами. Внутри всюду освещено великолепные массовые люстры, матовые люстры за гординами. 24 марта теперь несчастные. Говорим о выступлении уже Японии на помощь России. О десанте на Дальнем Востоке. Еще о том, что рубль вот-вот совсем ничего не будет стоить. Что мука дойдет до 1000 рублей за путь. Что надо делать запасы. Говорим и ничего не делаем. Купим 2 фунта муки и успокоимся. У Н.В. Давыдова в Большом Левшинском. Желтоватый домик бывшей писателя Загосткина с черной крышей во дворе за железной оградой с железными черными чашами на воротах. Перезовое небо в сети деревьев старой Москва, которой вот-вот конец навеки. В кухне упает солдат толстомордый, разноцветный, как у кота, глаза. Говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что Буржуев все-таки надо перерезать. Троцкий молодец. Он их крепко по шее бьет. Серьезная сухая дама и девочка в очках торгуют на улице папиросами. Купил книгу о большевиках изданную за другой. Страшная галерея каторжников у молодого начальского шея полуорщины длины. Мы с вами прочитали первую часть, завтра, если Бог даст, будем читать вторую. Ничто вам, друзья, не напоминает сегодняшнее? Это не напоминает то, что вы сами слышали сегодняшние дни. Наверное, все повторяется. Доллар уже 93, за 100 перейдет. Да, это пока еще ничего. Но если так мы будем жить безбожно, как живем, да, все может быть. И революция, и все что угодно.